Добрый вечер! Слышно? Алло! Да, слышно. А, да, где спрятались, Татьяна? Сюда! Хорошо, у меня эхо. Сейчас я попробую ещё раз обгонить. Алло, алло. Хорошо, добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Сегодня мы продолжаем вечернюю встречу. В следующее воскресенье у нас в 11 утра, скорее всего в 11, будет встреча с семинаристами Хабаровской духовной семинарии. Мы планировали в среду, однако в среду у нас 8 вечера, у них уже глубокая ночь, чуть не потута, кажется, 6 часов праздница, поэтому погоним неудобно. Но в ближайшее время они нам уточнят, уточнят время, и, скорее всего, в воскресенье у нас будет такая интересная встреча. Достаточно тесные контакты. В декабре у нас будет семинар с преподавателем, как я уже и говорил, декан факультета психологического консультирования профессора, доктор психологических наук, Васильюк Фёдор Ефимович, для них будет проводить мини-курс лекций «Опланы проблемы отношений к психологии и религии». Вот наша тема тоже связана с психологией и религией. Вот пока в ближайшее время. Сегодня мы хотели сделать использование информационно-коммуникационных технологий в септической деятельности. Пока мы соброшу вопрос с нашим коллегой из Самарского, из Казанского госуниверситета, в ближайшее время у нас будет этот разговор. ...конференции, очень много интересных подсказок, может быть, потом отключим учебный план, потому что и по поводу поиска информации, и по поводу обработки результатов, использования интернет-ресурсов, технологий и так далее, очень много чего полезного. Сегодня мы вернув, возвращаемся к проблеме конспектирования, поиска и работы с научной информацией, связанной с написанием посреди дипломов работ. Однако, между первого рост и мы не всё услышали, я попросил на дистанцию, но сегодня повернув загранному разговору, и потом имеющиеся какие материалы, их проанализировать, ну и так далее. Будем возвращаться к этой проблеме. Кроме того, для студентов нового набора, которые учатся по сокращенной программе, в этом году поступивших на наш факультет, было одно занятие по работе с учебной информацией, все очень загорелись и заинтересовались. К сожалению, не пошла у вас нагрузка, потому что сегодня участвуют в нашем конференции, в нашем семинаре, но у нас будет в следующем семестре после нового года полный курс методика работы с учебной информацией, который будет вести к профессору Мария Суреновна. Поэтому у нас будет возможность каждого дня практического... Не переживайте, у вас будет возможность как бы еще раз не пойти полный курс на данной дисциплине. Сегодня мы с первым обсуждаем конспективы, а потом продолжаем разговор по работе с научной информацией. Хорошо, Мария Суреновна, вы слышите? Спасибо. Алло, сейчас я попробую. Если она, вы слышите? Алло, сейчас я... Алло, сегодня я перезагружал систему, может быть у меня какие-то сбои, но я пока не слышу. Мария Суреновна, вы слышите? Хорошо, тогда Мария Суреновна, говорите, я сейчас попробую перезагрузить, может быть у меня какие-то сбои. Совсем не было слышно? То есть начинать сначала? Не было, да. Хорошо. Итак, я делаю такое небольшое вступление, говорю о том, что в 89-м году я написала книгу, которая называлась «Информационно-когнитивные процессы». И вот там вопросы, которые связаны с пониманием текста, с различными формами его сжатия и развертывания, все это рассматривалось. Но в тот момент вот эти проблемы как-то не волновали психологов особенно сильно. И потихоньку я отодвинула эту проблему, стала заниматься другими вещами. Вот теперь она, эта проблема всплыла снова. И я возвратилась к тем размышлениям, которые были, вот считайте, больше 20 лет назад. Эта часть заставляет меня подумать о том, что вот вся наша жизнь и все, с чем мы с вами сталкиваемся, это есть некий текст, который мы, ну, в широком таком смысле текст, да, который мы по-своему считываем, интерпретируем и используем в нашей жизни. Если пойти дальше, то мы понимаем, что текст – это все. Вот следы там в лесу – это текст, по которому, скажем, охотник понимает все, что будет или что происходит со зверем, да, как он его преследует, каким образом он идет за ним по этому следу. Это все некий текст, который в голове воспринимающего приобретает определенную форму. Сегодня мы с вами, да, будем говорить не о тексте в широком смысле, не вот этот текст будем пытаться понять, а будем говорить о текстах учебных и научных, но для того, чтобы говорить о них, достаточно глубоко понимая эту проблему, нам с вами нужно уяснить одну вещь, что все, что мы пытаемся считывать, как информацию, мы превращаем это в свое знание, то есть любая поступающая извне информация превращается в наше знание, и мы ее помещаем в свой тезаурус. Тезаурус – это все богатство, весь запас наших знаний. Вот превращая эту информацию в собственное знание, и мы с вами договариваемся о том, что знание всегда личностно, оно всегда находится внутри нас. Для того, чтобы превратить это знание в информацию для другого человека, мы должны превратить его в некий текст. То есть здесь работает процесс экстериоризации знания, то есть вот это мое внутреннее состояние, внутренний текст превращается в текст для другого человека. Но далее, когда я слушаю ответ на мое сообщение, я превращаю эту информацию в свое личностное знание, и этот процесс уже называется интериоризацией информации. Итак, интериоризация информации или превращение текста в личностное знание и экстериоризация знания или превращение личностного знания в информацию или текст. Это те процессы, которые работают в нашей жизни постоянно. Вот сейчас вы слушаете некий текст, который я произношу. Это устный текст, и ясно, что в вашей голове происходит некая запись. Безусловно, вы не фиксируете все, что будет сказано, а вы пытаетесь проделать определенную работу. То есть так или иначе, вы анализируете этот текст и извлекаете из него ровно то знание, которое вам необходимо, нужно там для каких-то целей, да, и тогда получается, что вы мой текст в своем сознании уже сжимаете. Происходит некое сжатие текста. Если вот в конце нашей лекции я вас попрошу, напишите, о чем я говорила, то я больше, чем уверена, ну, те, кто напишут, это будет такой небольшой план, который выражен, ну, набором из, там, пяти, шести, максимум семи пунктов, обозначенных, ну, в лучшем случае, одной небольшой фразой. Вот мы с вами и перешли к тому, что вы сделали краткий конспект этой лекции. То есть вы создали в своей голове план. Но сейчас я отмечу, что это хороший способ слушания. И если вы действительно так воспринимаете информацию, то вы хороший, подготовленный студент и очень хорошо умеете структурировать информацию. Чаще всего это выглядит не так. Это выглядит не как последовательный план, не как какая-то сжатая, но последовательно воспроизведенная информация. А чаще всего записывают студенты отрывочные мысли, отрывочные какие-то факты, которые заинтересовали. И вот этот процесс тоже есть некий конспект. Но в отличие от плана конспекта, в этом случае вы будете составлять конспект иного рода. Это скорее будет либо цитатный конспект, то есть вы берете какие-то фразы из доклада, из лекции и иллюстрируете это теми примерами, которые вы слышите. Следовательно, вот второй вид конспектирования, он обладает тоже определенной логикой. Если в первом случае, там, где вы пишете план-конспект моего выступления, то есть вот моей сегодняшней лекции, там вы идете вслед за моей логикой. Вы пытаетесь сохранить логику моего текста. Там, где вы записываете то, что вас заинтересовало, отдельные какие-то факты, вы делаете такой тематический конспект, но тематический конспект с цитированием или цитатный конспект, что если он состоит из одних цитат, допустим. Но здесь уже работает логика ваша. Слышите, да, разницу, да? Если в первом случае вы идете вслед за мной, и у вас задача сохранить максимально текст авторский, то в другом случае получается ровно наоборот. Вы выстраиваете собственную логику слушания, но при этом сохраняются важные элементы текста. То есть вы делаете приблизительно такую работу. Первое – это выделяйте главное, да? Потому что для вас нечто стало значимым. Вот это выделение главного и логика перехода от этой главной мысли к следующей какой-то новой, может быть, мысли, оно и есть основа построения вот такого конспекта видеолекции. «Хороши ли эти оба конспекта?» Всё зависит от цели. Для какой цели вам нужен этот конспект? Если вы хотите просто запомнить этот текст, то ваш вариант, где вы выделяете главное и последовательно фиксируете в собственной логике то изложение, получается гораздо более удобный текст. Почему? Это будет опорный текст. То есть вы выделяете опоры, по которым вы легко запоминаете этот текст. Если вам этот текст нужно будет воспроизвести, ну, допустим, вы его записываете и стремитесь запомнить в таком виде, чтобы иметь возможность воспроизвести это на экзамене или в последующем прочитать самим эту лекцию, то тогда получается, что это не совсем верный путь. Вот два разных пути. Конспект «план», конспект «по опорным точкам» и конспект «свободный». Вот мы с вами уже посмотрели три разных варианта. Каждый из них может иметь место. И каждый из этих конспектов важен. Но теперь, наверное, было бы хорошо всё-таки вернуться и обозначить, что такое конспект и что такое конспектирование. Ну, прежде всего, конспект или конспектум – это обзор или запись содержания. Сжатие содержания текста. Фиксация наиболее важных идей, мыслей и запись текста в сокращённом виде. Но вот когда вы записываете, появляется много способов конспектирования. И ещё один способ конспектирования – это схематизация текста. Схематизация текста позволяет обозреть этот достаточно большой текст в сжатой совершенно форме и увидеть его целостно. Каким образом можно это сделать? Ну, допустим, можно использовать для этого кружочки и линии. То есть кружочек будет обозначать вот эту самую опорную точку. Переходом к другому уровню или другому элементу будет стрелочка или линия, которая будет обозначать, что мы делаем. Тогда получается, что мы, схематизируя этот любой текст, мы можем его сделать очень кратким, и это позволит его легче запоминать. Вот для чего нам нужно такого рода, скажем, конспекты? Ну, очень удобно записывать в такой форме конспекты по предметам, которые вы слушаете. Потому что здесь можно делать краткие записи, можно помимо, скажем, схем использовать ещё сочетание с цитированием. То есть вы можете дать схему, а рядом записать какие-то важные мысли. И тогда получается, что конспект получается обозримым, и в то же время он получается сжатым и очень наглядным. И когда вы записываете в такой форме конспект, можно использовать цветовые различия, которые помогают вот на этой схеме изобразить важные вещи и сделать важные акценты. Ну, для того, чтобы конспект, схематический конспект не был очень громоздким, здесь можно использовать знаки. Ну, вы наверняка уже все знаете, что там слово психология уже почти никто не пишет, когда записывают конспект. достаточно буквы Пси. Или там личность обозначить буквой Л. Ну, кто-то обозначает латинской буквой Л, кто-то русской буквой Л, но совершенно понятно, о чём идёт речь. Буква К – это конфликты, да, и так далее. То есть здесь можно выбрать такую достаточно привычную схему изображения, и тем самым вы легко видите этот текст. А цитаты иллюстрируют этот текст, поясняют его, и плюс ко всему в этом тексте могут присутствовать ещё какие-то интересные фактические данные. Ну, предположим, вы там слушаете лекцию, и в это время проскочили какие-то интересные вещи, связанные с экспериментами, которые проходили в связи вот с рассматриваемой проблемой. Конечно же, вам хочется их запомнить, не потерять. Тогда можно записывать и вот эти вещи. И вот такой конспект, скажем, ну вот я читала раньше социальную психологию, и студентам перед началом занятий предлагала, что не пишите длинных конспектов, пробуйте схематизировать текст для того, чтобы он, как наглядная картинка, оставался у вас в памяти. И тогда, придя на экзамен, но предварительно почитав еще учебник, вы гораздо легче справитесь с этой работой. И студенты все писали, после чего я просила их сдать свои конспекты, показать, как они конспектировали, и для себя сделала замечательное открытие. Сколько студентов, столько конспектов, выясняется, что вот все стремятся выделить главное. Но для некоторых главное это то, что интересно, то, что вот очень ярко представил преподаватель, для других важен переход от одного уровня к другому, то есть вот такая иерархическая логика. И здесь вот я хочу сказать о двух типах организации знания. Вот в нашей и европейской культуре, да, вот целиком присутствует один тип организации знания. Мы в основном работаем с иерархическими структурами. и когда мы читаем преподавателей лекций, и когда вы слушаете, это в основном структуры иерархические. В чем здесь смысл? Я попробую сейчас пояснить. Значит, в начале текста задается какое-то базовое понятие, дальше идет переход к следующему, и дается рассмотрение самого явления. То есть мы как бы от одного уровня движемся от общего к более конкретному и частному. Есть другие способы организации знания. Ну, в частности, в индуистской культуре существует иная система представления знаний или так называемая дхармическая система, которая воспроизводится как отдельные картинки. И каждый раз, каждое новое сообщение представлено в виде отдельного какого-то фрагмента, который выражен определенной картинкой, ассоциациями. И тогда получается, что человек запоминает, как бы перелистывая альбом, вот эти картинки. Мы идем по лесенке, а они смотрят, листают альбом. Вот что хорошо, что плохо. Каждая из этих систем обладает своими достоинствами и недостатками. Достоинством иерархической системы является логическая структура. Вот здесь очень хорошо прописывается логика. А в храмической системе у нас нет возможности прописывать там логику, но зато там совершенно все элементы присутствуют в любой момент. Так вот, возвращаясь, я уже видела, что народ торопится говорить о конспектах, которые нам нужны для курсовой работы. Будем говорить, потерпите минутку, сейчас дойдем до этого. Итак, конспектирование письменных и устных текстов, оно отличается, и отличается довольно сильно. Вот, как правило, конспектирование письменных текстов, это статьи, книги, любые доклады, они бывают чаще всего довольно подробными, а в то же время мы можем говорить о том, что мы можем конспектировать письменные тексты и очень кратко. Вот первый вариант, когда я показала, как вы фиксируете в форме плана определенного, да, это краткая форма, но письменный текст чаще всего студенты, значит, статьи, книги и так далее, они стараются записать подробно. И вот тут возникает очень много вопросов. Значит, когда вы пишете подробное, подробный конспект какой-то публикации, какого-то научного текста у вас получается довольно сложная система. Вот в тот момент вы включены в этот текст, вы из него вырываете определенные мысли, которые вас интересуют. Проходит время, вы забываете эту логику, и тогда возникает очень много сложностей восстановить ее. в связи с этим вот для того, чтобы было легче работать с письменными текстами, с научными, не учебными, предлагаю такой вариант использовать, причем это довольно укрепившийся такой вариант конспектирования, когда мы пишем «Есть ли эта книга?» ее полные выходные данные и дальше читая выбираем те мысли, те идеи в форме цитат, которые конспектируем. Но не просто конспектируем, мы еще даем пояснение на полях за что мы выбрали эту цитату. То есть вот обозначаем одним-двумя словами чему посвящена эта цитата. Ну предположим, вы читаете и столкнулись с определением какого-то понятия. Ну допустим определение понятия конфликт. И в одном месте вы встретили одно определение, в другом месте вы встретили второе определение, в третьем месте встречаете еще третье. И вам в конечном счете при написании аналитического обзора понадобится анализировать понятие, как оно трактуется в науке. Поэтому это очень важно, чтобы вы выделяли эти понятия. И скажем, выделили цитату, дали это определение, и на полях зафиксировали определение понятия. Дальше смотрим, выбрали еще какую-то цитату, которая очень интересно характеризует тот подход, который используется в данной работе. Тогда вы обозначаете этот подход, но если он обозначен в тексте, назван как-то, пишите, если не назван, то пишите подход и оставляете место. Дальше пройдет время, вам понадобится обратиться и к этому моменту. То есть, когда вы будете рассматривать в аналитическом обзоре существующие в науке подходы, у вас они будут уже выделены из разных работ, и вы их сможете собрать в одном месте и проанализировать, чем отличаются или чем похожи эти подходы. Ну, если мы посмотрим дальше, для чего нам нужен еще конспект научных текстов. Прежде всего, для того, чтобы обозреть эту проблему. и поэтому, вот, если у вас есть огромный корпус каких-то текстов, а для курсовой работы вы должны сделать обзор по крайней мере работ за пять лет. За последние пять лет вы должны по своей проблеме обозреть все работы. значит, представьте себе, какое количество текстов у вас набралось. Вот, не надо их сразу, да, все перерабатывать. В конце концов, это будет совсем неэффективно. Поэтому распределите, читая, возвращаясь к текстам, обязательно фиксируйте то, что вас заинтересовало, потому что идеи, которые приходят вам в эту минуту в голову, они могут оказаться очень ценными. Помимо того, что есть в тексте, есть еще ваши собственные ассоциации. Их тоже можно фиксировать и нужно фиксировать. Только для того, чтобы вы потом не перепутали свои идеи с идеями автора, отделяйте их или шрифтом, если это в компьютере, или лучше цветом. Тогда будет понятно. И вы легко будете пользоваться этим материалом. Ну, есть еще один момент, который здесь нам очень важен. При написании курсовых и дипломных работ у нас есть определенные правила, которыми мы пользуемся для того, чтобы обработать и осознать, освоить эту литературу. Но прежде всего есть границы, которые мы обязаны исследовать. Каковы эти границы? Ну, вот я уже сказала, что минимально это пять лет, за последние пять лет вам нужно обработать все тексты. Дальше идем в глубину. Но в глубине, то есть за следующие пять лет или точнее за предыдущие пять лет вам надо выделить наиболее важные работы этого периода. И дальше уже можно смотреть те работы, которые переходят постепенно в ранг таких классических работ, на которые довольно часто ссылаются, и вы их обязательно помещаете в свою библиографию. То есть мы смотрим литературу за десять лет обязательно, но дальше только то направление, только тот фрагмент. берем из старых работ, которые приближаются к типу классических работ. После этого хочется поговорить о конспектах, которые вы потом будете писать. И вот одна из форм конспекта называется реферат или реферирование. что это такое? Это тематический обзор. То есть мы можем и на первом этапе написания курсовых работ допускается и позволяется писать такой тематический обзор. Это означает, что мы здесь не анализируем, не сравниваем, а как бы фиксируем реальное положение дел. В первых работах чаще всего бывают тематические обзоры. Но хороший тематический обзор уже ставит перед студентом вопрос. А чем отличаются вот эти две работы, там два подхода, они различны или в них больше сходства. Вот в связи с этим есть смысл с самого начала учиться писать такие конспекты, которые потом можно будет использовать и в анализе, то есть в аналитическом обзоре. мы сейчас с вами говорим о двух обзорах. Тематический обзор и аналитический обзор. Вот аналитический обзор мы рассмотрели более или менее понятно уже, каковы там подходы. Почему же мы говорим еще о тематическом обзоре? Потому что тематический обзор определяет уровень. Реферат пишется по определенной теме, то есть вы исследуете не проблему целиком свою, а в этой проблеме выделяете какую-то тему и делаете рефераты. Реферирование или написание реферата это важная часть конспектирования. И здесь может быть использованы элементы свободного конспектирования. Вот я уже слегка обмолвилась об этом свободном конспектировании, но, пожалуй, оно это самая сложная часть этой работы. Потому что переписывать чужие тексты для тематического обзора или для тематического реферата как-то не очень прилично. А каким образом можно написать? Можно, прочитав статью, написать самостоятельный текст. На первом этапе студентам это довольно тяжело. и чаще всего стараются использовать готовые фразы из текстов. Получается такой на первом этапе плагиат. Потом все студенты делают одну и ту же вещь. Они ту же самую мысль стараются перефразировать. То есть другими словами, но ту же мысль. Вот это ошибка. Это ошибка, которая тянется и для большинства людей остается ошибкой на долгие времена. Лучше постараться писать самостоятельно. Как только вы научитесь выражать свои мысли научными фразами, они будут сами приходить вам в голову. но поначалу все-таки пробовать надо. Надо пробовать какие-то фрагменты писать самостоятельно. Текст, написание текста большая и нелегкая работа, если делать ее нормально, если не переписывать. Потому что еще такая важная ошибка, когда студент делает работу в форме компиляции. То есть берет из разных текстов, складывает куски в одну кучку, но в лучшем случае надписывает там фразу, вставляет о том, что вот там были сделаны разные попытки определить данное понятие и перечисляет существующие определения. Но вы же понимаете, что это не самый продуктивный путь. Для того, чтобы научиться в школе писать сочинения, нам дают довольно часто писать эти сочинения. И в конечном счете мы выходим из школы умея писать сочинения. Так вот между рефератом и аналитическим обзором существует такая же разница, как между написанием изложения и написанием сочинения. Реферат это изложение, а аналитический обзор это сочинение. То есть это аналогия, да? Это не то, чтобы вы что-то сочиняете, а просто школьное сочинение это более сложная форма, более совершенная форма, нежели изложение. И ну там по-моему до 4 или 5 класса нам разрешают писать изложение, а дальше уже идут сочинения. Вот приблизительно та же ситуация и у нас. Значит уметь реферировать необходимо, но в конечном счете вы идете к написанию аналитических обзоров. И дипломная работа это аналитический обзор плюс эмпирическое исследование. Но сегодня мы об эмпирической части говорить не будем, мы говорим только об обзорной части, о том, где наша деятельность сталкивается с работой с текстом и определенным конспектированием. Вот хочу еще сказать еще об одном виде конспекта. Я уже об этом тоже в начале сказала. Для чего вы составляете конспект? Цель написания конспекта определяет определенные наши действия. но в данном случае речь идет о воспроизведении текстов. И вот я думаю, что работая с группами у меня есть еще одна задача научить писать такие конспекты, по которым вы сумеете воспроизводить устные тексты. то есть пересказать содержание научного текста задача непростая. И для того, чтобы сохранить вот эту последовательность, логику изложения, организацию текста показать, необходимо научиться записывать определенным образом конспект. но мало его записать, нужно его потом уметь произнести. Ну, а зачем это нам с вами нужно при написании курсовых и дипломных работ? Это важная часть нашей работы, потому что вы должны не только написать исследование свое, сначала сделать исследование, потом написать этот текст, но не только это, потом вы его должны доложить. И плюс ко всего, да, умение выразить свою мысль, донести его, донести эту мысль до слушателя, а в данном случае я говорю уже о комиссии, до которой вы доносите содержание своей работы. И нужно ее сопроводить еще иллюстративным материалом. И в данном случае речь идет о презентации. А презентация крутите-вертите, это тот же конспект, только сделанный по всей вашей работе и сделанный не для того, чтобы помочь вам не запоминать этот текст, а облегчить вашу работу. Нет, нет, совсем не для этого. Вы делаете презентацию для того, чтобы показать наиболее важные составляющие вашей работы. То есть показать те фрагменты работы, без которых слушатели не поймут красоты этого исследования, важности этого исследования, и важно, чтобы вы могли об этом говорить попутно. Мало того, что в презентации будут представлены некие данные, которые вы обязаны интерпретировать, еще будут краткие такие тезисы, но эти тезисы тоже надо уметь раскрыть. Не может быть вся работа вынесена в презентацию, да, это бессмысленная работа. Презентация должна быть короткой, ясной, четкой и демонстрирующей основные положения данной работы. Что выносится в презентацию? Ну, безусловно, название вашей работы, дальше основные положения этой работы, предмет, ну, цель, задачи, объект исследования, предмет исследования, структура работы, гипотеза. и вот далее идут основные данные, которые вы получили в ходе исследования. Какие-то основные положения из добытых вами знаний должны попасть в презентацию, но их должно быть не так много. И в конце вы даете выводы? Да, выводы попадают обязательно в презентацию. Вот у многих я вижу сейчас, пишется заключение и выводы. Я думаю, что можно сделать такой путь, не писать длинных заключений. Для диссертации это разумная вещь, потому что вы обобщаете в диссертации. Алло, алло, меня слышно? Алло, да, слышно. Мария Суреновна, если можно, мы можем по поводу конспектирования учебной информации вернуться? Хорошо, вернемся. Хорошо, потому что это сейчас... Да, 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 я вижу, что в чате пишут, но мне хотелось конспектировать учебную информацию. Хорошо, хорошо. Ну, давайте я тогда закончу с презентацией, да, немножко, и посмотрим на то, какие появились вопросы, а к учебной информации обязательно перейдем еще. Потому что здесь было очень много информации, но поскольку вопросы пошли в ту сторону, то я решила пойти вам навстречу, навстречу по желанию трудящихся. Ну, значит, вот завершая презентацию, хочу сказать, что да, очень часто наши студенты стараются сделать презентацию красивой, и это, безусловно, выигрышно выглядит, но не украшательство, а содержательная красота здесь гораздо важнее. Поэтому если в презентации очень много лишнего, мы сразу понимаем, что студент не очень хорошо чувствует свою проблему, не очень хорошо с ней знаком, поэтому он выбирает те фрагменты, которые ему кажутся необходимыми, но на самом-то деле они не так уж и важны. Если выводы, которые он демонстрирует в презентации, оказываются просто, ну, я бы сказала, голенькими, без цифр, без иллюстрации добытых данных, это тоже большая ошибка, и тогда получается, что мы обращаем внимание на то, что студент не очень владеет той проблемой, которую исследуют. Поэтому значит, вот обращайте внимание на вещи содержательные, демонстрируйте содержание. Причем обратите внимание, вам дают диплом или ставят, оценивают точнее вашу курсовую работу за то практическое, что вы сделали. Вот за эмпирическое исследование. Поэтому значит, акцент всегда делается на эмпирической части. но безусловно эмпирическая часть, оторванная от предшественников, она как бы сразу пропадает. Поэтому безусловно какие-то вещи надо показать, необходимо показать, но не теряйте лишних фрагментов из вашей презентации на то, чтобы собирать информацию текстовую и помещать ее на экран. она нужна очень в ограниченном количестве. Если вот здесь у нас по написанию курсовых и дипломных работ и конспектированию связанному с этим нет вопросов, давайте, если есть вопросы, я попытаюсь сейчас ответить на них. а потом перейдем к учебной информации. Так, давайте зала вопросы какие. Не стесняйтесь задавать, знаете, как поднять руку. Пока думают. Мария Саверина, если можно микрофон на время отключить, эхо у меня получается скорее, да? А у меня отключено. нет, внизу, внизу. Да, сейчас, сейчас нормально. Я хотел бы сразу обратить внимание на психологические моменты запоминания информации. Часто спрашивают, а нужно ли конспектировать. Дело личное, как он считает нужным, однако, как мне представляется, здесь надо учитывать психологические закономерности. Если мы только слушаем, то у нас задействована слуховая память. Если мы видим, смотрим видео, картинки, анализуем и так далее, то визуальная память. Если мы что-то делаем руками, конспектируем и так далее, тактильная память. Так даже выявлены некоторые закономерности запоминания информации при одноразовом ее предъявлении. Если мы только воспринимаем информацию на слух, по некоторым данным, психологических исследований, у нас памяти остается через какое-то время 10% информации. Если мы по зрительным каналам воспринимаем информацию, то 30%. Здесь не важна точность цифр, порядок цифр важен, что пропускная способность зрительных каналов значительно выше, чем слуховых каналов. если мы слушаем информацию и через зрительный канал, через аудиальную систему слушаем и еще работаем с визуальным изображением, с видео и так далее, то у нас увеличивается уже до 50%. Если мы слушаем, видим и еще обсуждаем, проговариваем слух, то эта цифра увеличивается до 70%. 70%. Если мы слушаем, видим, обсуждаем и что-то делаем, то 90%. Вот примерно порядок цифр. Здесь видно, чем больше канала восприятия информации задействовано в нашей учебной деятельности, тем более высокое эффективно запоминание этой информации. Кто-то говорит, вот я читаю, читаю, ничего не могу запомнить. Первое, если у вас такое происходит, только читаем, ничего не запоминаем, значит мы не выбираем наиболее оптимальные способы для работы. В зарубежных источниках how to study часто акцентируется очень важный момент, вырабатывайте собственный стиль познавательной деятельности. Об этом я уже раньше говорю, очень важно прислушиваться к своей интуиции, очень важно не бояться экспериментировать, потому что для кого-то более развита визуальная память, ему легче запоминать именно через картинки или изображения через видео, он просмотрев видео, великолепно запомнит информацию. Кто-то на слух воспринимает в большей степени это аудиальщики, это логики, это математики, они ходят по декартовой системе, выделяют главное, второстепенное, выделяют связи между ними, и таким образом кодируют информацию, потом ее и декодируют, для них очень важна такая может быть схематическая опора. Для тактильщиков, кинестетиков очень важно записать эту информацию, но оказывается, что одаренные дети используют три типа этих памяти, и аудиальную, визуальную, и тактильную память, ведь когда мы слушаем, воспринимаем на слух, смотрим, что преподаватель пишет на доске, или какой-то визуальный ряд использовать, или презентацию, задействован визуальный канал, и эффективный преподаватель всегда старается использовать визуальный ряд, пока не меряя презентации, потому что они улучшают качество восприятия информации, то есть он заботится о том, чтобы его потопечные легче восприняли эту информацию, дальше, когда мы делаем записи, конспектируем, да, то здесь уже задействована тактильная память, поэтому скорее, если мы будем использовать все три вида памяти, и ту же самую информацию мы будем кодировать по трем видам памяти, то запоминание этой информации будет значительно лучше, раз мы психологи, то закономерности психологического плана мы должны использовать для собственной деятельности, ведь мы потом должны консультировать и других, как быть более успешными, естественно, что мы должны изучать психологические закономерности запоминания информации, и здесь говоря о конспектировании, мы напрямую выходим на этот вопрос, как лучше запомнить информацию, вот, на слухе это очень важно, это явно недостаточно, на визуальной это очень хорошо, но это может быть тоже для кого явно недостаточно, но есть люди, я не думаю, что это их так очень много, которые, может быть, один раз прослушав на слух, могут великолепно запомнить, вот, есть такие, скорее всего, есть те, которые один раз посмотрев, могут очень много запомнить, да, это зависит от индивидуальных особенностей человека, вот, но есть те, которым обязательно нужно пойти в отделе, там записать и так далее, я помню в 90-х годах я пошел на курс по изучению английского языка, это были курсы учеников профессора Петрусинского, система называется автоматизированной субъекта кипернетической системы обучения иностранным языкам, вот, и это обучение строилось по такой системе, мы сидим в креслах самолетного типа, такие мягкие кресла, очень удобно, у нас наушники, большой экран, информация проецируется на экран, звучит приятная музыка, в одно ухо текст идет на русском, другом на английском языке, текст примерно такого типа, я запомню, я изучаю английский язык, и что может быть более приятное, чем изучать английский язык, вот, нет никаких трудностей, преград при изучении английского языка, всю оставшуюся жизнь, с удовольствием я это буду делать, ну и так далее, ну и говорится, сейчас смотрите на текст, ничего не старайтесь, запомнят, вот, если кажется, что запомнили калькуляторы, нажмите это, ну и так далее, с правой стороны колонки идет перевод на русский язык, можете проверить так далее, так вот один сверстник, который изучал, который за собственные деньги пришел на курсы, через 15 минут отключался и засыпал, я говорю, Жень, деньги заплатил, а товар не берешь, ну, представь ситуацию, идешь в магазин, да, заказываешь товар, деньги ты платишь, а товар оставляешь на прилавке, это как, нормально называется, как бы назвать эту ситуацию, говорит, а дело не в том, говорит, пока я не пошел в комнату, отдельно, не записал, я не могу это запомнить, это слишком большой темп, я не могу в таком темпе запомнить информацию, вот, он скорее как кинестетик, ему нужно записать, когда он пишет, он легче запоминает, ему медленнее надо, но давайте еще вспомнить теорию Гальперина, поэтапного формирования умственных действий и понятий шесть основных стадий, да, там, мотивация, формирование мотивации, дальше, формирование ориентировочной основы действия, выполнение действия в материальной или материализованной форме, дальше, проговаривание вслух, проговаривание шепотом, и выполнение действий в скрытом умственном плане, да, вот, то есть здесь указываются основные этапы, да, как идет усвоение и реформирование умственных действий и понятий, и здесь очень важно, видите, это же проговаривание вслух, если я хочу лучше запомнить информацию, очень важно, по крайней мере, на первых этапах усвоение более сложной информации вслух проговаривать эту информацию, я неоднократно говорю, найдите себе друга или подружку, с кем вы можете обсуждать, с кем вы можете делиться своими впечатлениями, прослушав лекцию, прочитав книгу, когда готовимся к экзаменам, друг другу рассказываем, рассказал и сам понял правильно, ну и так далее, вот это очень важно, но про это мы еще вернемся и говорим, так вот, когда мы конспектируем, то мы задействуем еще кинестетическую память, тактильную память, и тогда информация кодируется уже по трем видам памяти, аудиальная, визуальная и кинестактильная память, тогда эффективность ее запоминания значительно выше, ведь прекрасно мы понимаем, что никого не интересует, каким образом мы запомнили информацию, всех интересует, что мы знаем или что мы умеем делать, правильно? Если мы идем на экзамен, ничего не можем сказать, если в профессиональном сообществе нас спрашивают, а мы ничего не можем нормально разъяснить, ну думают, ну дурак, да, но это проблема тогда этого человека, тогда должен каждый о себе заботиться и думать, как эффективно запоминать информацию, если кто-то слету на слух воспринимает, да ради бога, пусть радует всем жизни, что ему так повезло, да, он со слуха все берет, да, но таких, наверное, бывают единицы, да, бывают такие одаренные, которые, слуховая память, которых очень хорошо развита, но более эффективно, как бы, скорее всего, для большинства эффективно и записывать. Мария Суреновна, правильно ли я сталковал психологические закономерности, включите микрофон. Да, абсолютно правильно, как бы мы до них еще пока не доехали, желательно, конечно, чтобы каждый немножечко пригляделся к себе и понял, что ему необходимо, то есть помоги себе сам. Знаете, это вот то самое средство, и вы абсолютно правы, что три канала информационных, которые у нас работают, они должны работать на максимуме, тогда мы извлекаем ту информацию, которая нам нужна. Но я еще хочу здесь добавить один момент. На чем строится закономерность запоминания рекламы? Обращали когда-нибудь внимание на то, что реклама подается сначала просто как упоминание, потом она насыщается содержанием. Когда сразу дается большой объем, желание отторгать эту информацию. Поэтому объемы информации очень важны. И плюс ко всему, как говорят психологи, здесь необходимы шунты. То есть мы шунтируем какое-то содержание, выставляем некую точку, вокруг которой у нас накручивается остальное. И тогда мы запоминаем. У меня до сих пор остался в памяти рекламный ролик, в котором показывали сначала, как пустой экран, на середине шагает маленький человечек. И больше ничего не написано. То есть что происходит? Привлечение внимания. Внимание наши привлекли. Вызвали удивление. Интересно, почему это он прошагал и ничего не сказал, ничего не написал. В следующий раз он шагает, но после этого появляется фраза. А после этого появляется название фирмы и, так сказать, реклама товара. Вот вам, пожалуйста. Таким образом наши бессознательные начинают воздействовать. Сначала привязав нас к какому-то событию, а потом раскручивая его и постепенно наполняя. Да, действительно, мы эти возможности должны использовать. Но поскольку были вопросы, то я попытаюсь еще успеть ответить на эти вопросы. Но вот первый вопрос, который был связан с аннотацией, это самая такая легкая и незначительная часть работы, в принципе, для всех людей, но студенты здесь очень часто спотыкаются. Пробую сформулировать, как надо сформулировать аннотацию. Фактически, аннотация есть реклама вашей работы. Но реклама, в которой не может быть использовано ничего, кроме содержания. Да, потому что вы не будете там рисовать какие-то значки, ставить какие-то флажки, чтобы привлечь внимание. Нет. Ничего не имеете права делать, кроме содержания. Но содержание должно быть представлено в виде одного абзаца текста. То есть, про всю свою курсовую или дипломную работу в одном абзаце сказать, что там самое важное. Чему посвящена эта работа, на каком материале выполнена и каков главный достигающий эффект. То есть, к чему? Ну, не надо содержательно описывать выводы, там еще что-то. Нет. Просто сказать, в чем смысл этой работы. В одном абзаце. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но будем еще, надеюсь, в аудитории заниматься и попробуем писать аннотации на разные работы. Второй вопрос был связан с рецензиями. Рецензии пишутся, есть схема рецензий, как пишется, и она фактически близка к содержанию вашей, к структуре вашего введения. То есть, цели, задачи, гипотеза, объект, предмет, структура работы. Значит, и первое слово – актуальность. Начинаем всегда с актуальности. Если вы пишете рецензию на чужую работу, то вы начинаете с рассмотрения ее актуальности. Но, что здесь важно? И я думаю, что в какой-то момент мы будем тоже это делать и попробуем даже подготовить такие определенные блоки, чтобы можно было с помощью интернет-семинаров что-то почерпнуть. Что здесь важно? Вы понимаете, что пишете рецензию на работу коллег, то есть на студентов, своих одногруппников. Следовательно, первое, чего не надо сделать – не надо испортить человеку настроение, не надо сделать ему неприятно и больно, но покритиковать работу необходимо. Поэтому закон конструктивной обратной связи состоит в том, что начинаем с перечисления достоинств. Как правило, тема выбирается актуальная. Поэтому, когда очень сильно хвалят актуальность, понимаешь, что дальше будет критика. Если актуальность, данное, как правило, сам автор работы пишет об актуальности, если вы согласились с тем, что это действительно так, вы знаете эту проблему и согласны, что она актуальна, то, естественно, не повторяя тех слов, которые только что сказал ваш товарищ, вы пытаетесь эту же мысль, но другими словами выразить, что работа действительно актуальна. Дальше идет следующий пункт. Цели и задачи. Но цель работы, как правило, ставит какую-то цель, которая находится за пределами работы. То есть мы для чего-то эту работу делаем, чтобы помочь, чтобы организовать какую-то последующую деятельность. Ну, предположим, работа с конфликтами. Вот зачем она нам нужна? Чтобы научиться конфликтовать? Слышите, да? Я вас провоцирую. Нет, конечно, не для этого. Мы работаем с конфликтами для того, чтобы предупредить деструктивные конфликты, чтобы помочь человеку решить те проблемы, которые у него есть и так далее. Понимаете, да? Вот цель работы. Значит, если цель сформулирована в целом верно, и вы согласны, смотрите на задачи и говорите, да, были поставлены адекватно сформулированные цели и задачи, и вот из них смотрите, какие задачи решены в работе. Да? Вот решены они или нет. А это проверяете. Смотрите выводы, смотрите результаты. И тогда пишите рецензию. Каковы цели и задачи. Не просто перечислить их, а показать, что из этого выполнено. И выполнено хорошо. И можно выделить, скажем, одну из задач, как наиболее качественно, эффективно проанализированную. Понятно, да? Дальше. Смотрите, как сформулированы предмет и объект исследования. Предмет и объект исследования должны быть в конце концов в выводах, да, что гипотеза подтвердилась или нет, или всё пошло мимо. Если гипотеза подтвердилась, если действительно исследование выполнено качественно... Я не пропала? Меня слышно? Я что-то пропала у себя на экране? Со мной... Ага, всё в порядке. Так. И если в выводах вы видите, что всё, что запланировал человек, он выполнил, вы проверяете, насколько с вашей точки зрения достигнутый результат адекватен поставленным задачам и объекту и предмету исследования. Вот вместе надо соединить эти вещи. Если получилось, то пишите, что в целом поставленные задачи и выдвинутая гипотеза подтверждены. Особенно стоит отметить там вот то-то и то-то. Значит, очень хорошо, если вы можете оценить... Да, нет, не... В данном случае... Вот здесь вопрос поступил. На аналитический ли обзор пишется рецензия? По идее, рецензия пишется на курсовую или дипломную работу. Но поскольку сейчас у вас под рукой возможно нет, можете попробовать и попросить на факультете, чтобы вам дали какую-то работу прошлых лет. И можете написать на неё рецензию. Но только пишите чётко. Вот она. Чтобы я могла проверить, действительно ли вы правильно всё увидели или нет. Рецензия пишется на курсовую и дипломную работу. Значит, теперь смотрим, что ещё должно быть в рецензии. Значит, вначале идёт то, что позитивно, то, что хорошо сделано в работе. А потом пишется такая фраза, но несмотря на сделанные, качественно проведённые исследования, полученные замечательные результаты, следует отметить некоторые недостатки. И вот среди этих недостатков отмечайте, что с вашей точки зрения является недостатком работы. Это могут быть самые разные вещи. Ну, предположим, слишком много методов, слишком мало методов использовано, или наоборот, использовано достаточное число методов. Но с вашей точки зрения подобраны они не совсем хорошо. Это с методами. Это могут быть замечания по поводу аналитического обзора. Использована не вся литература, не качественно проанализирован материал. И тогда можно говорить о том, что, скажем, оформлен не так материал. Вот это всё является недостатками. Но, кроме всего прочего, вы обязательно заглядывайте в библиографию и смотрите, как человек использовал эту библиографию. Это довольно просто посмотреть. То есть у вас там будет порядка 50 наименований в дипломной или курсовой работе. И посмотрите, как он использует. Действительно ли все 50 номеров стоят в тексте? Пролистайте и увидите. Допустим, он ссылается бесконечно на какие-то 5 работ, а в списке у него стоит 50. Тогда понятно, да, что работа выполнена не на всём материале, который он заявил, а лишь на части. Аналитический обзор выполнен не полностью. Так, что ещё может быть в замечании? Допустим, работа выполнена небрежно. Ага, так. Ух ты, боже ты мой, пошли какие вопросы. Сейчас, ладно, вернёмся. Вернёмся к этим вопросам тоже. Закончим сначала с рецензией. Значит, рецензия должна занимать одну страничку. Она не должна быть большой. Начинается с того, что вы говорите то, что вы можете похвалить в работе, потом недостатки, потом пишется такая фраза. на основе проведённого анализа можно сделать вывод, что работа в целом соответствует предъявляемым требованиям к курсовым, если это курсовая, или к дипломным работам. И может быть оценена положительно. То есть не ставите оценку, но пишите, как её оцениваете. Положительно бывают работы, которые можно оценить и отрицательно. Поэтому за что будете ругать студента? Значит, если вы смотрите на показатели антиплагиата, и там высокий плагиат, это значит плохо, значит, можно за это поругать. Ну и так далее. В общем, вы сами должны внимательно отнестись к анализу работы. Поскольку это часть вашей аналитической работы, потому что проанализировать и написать рецензию на чужую работу не легче, чем написать собственную работу. И здесь надо это, так сказать, с другой позиции, но тоже та же самая работа. Вот здесь, скажем, был задан еще вопрос, который я успела. Ага. Ой. Каков должен быть объем аналитического обзора? Ну, это хороший вопрос, правильный вопрос. Вот две части работы. курсовая работа содержит, ну, за исключением первой курсовой работы, она в основном целиком теоретическая, но там не аналитический обзор, а точнее реферативное исследование, тематический обзор. что получается в нормальной курсовой и дипломной работе? Она состоит из двух частей, из теоретической или вот этой аналитической части и эмпирической части или практического исследования, да, и они должны быть по количеству равны. Ну, никто, конечно, прямо не придирается так уж прямо до странички, но, как правило, у студентов получается сначала так. Аналитический обзор большой, а эмпирическое исследование маленькое, а потом получается ровно наоборот. Большое эмпирическое исследование, они готовы в методы вложиться очень сильно, но зато пишут более короткую теоретическую часть. Нет, должны быть по объему почти равны. Какие это цифры? Значит, не должно быть более, значит, вот мы за то, чтобы это приблизительно до 100 страниц было в дипломе и порядка 50-60 страниц в курсовой работе. Ну, естественно, бывают случаи, когда это побольше немножко, но ничего, стерпим. В целом, вот из этих 50-60 страниц, 25-30 страниц идет идет на эмпирическую часть и то же самое 25-30 на теоретическую часть или аналитический обзор. ответила я. Ага. Сейчас, я виду запись семинара, не по адресу. Если пишут, я обязательно разберусь еще на сайте. Хорошо. Значит, если... Мария Средовна, смотрите, я... Мария Средовна, можно на минуту? Да. Выключу, выключу сейчас. Можно на минуту прервать? Я предлагаю продолжить этот разговор в следующий раз. Дело в том, что сейчас наши студенты, коллеги как раз пишут все промежуточные работы, в том числе рефераты пишут, изучают литературу, смотрят видеозаписи. Я думаю, что будет очень целесообразным, если мы по воскресным вечерам, шаг со шагом будем рассматривать разные этапы тех видов работ, которые они выполняют сейчас. Потому что вопросы возникают в большей степени тогда, когда мы что-то делаем. И по поводу конспектирования, я думаю, что нужно дальше продолжить разговор, как вести конспект еще, раз, как лист разделить на один, на две или на три части. Может быть, отсканировать несколько конспектов и показать, где хорошо, где хуже, может быть, конспекты ведется. И до сдачи зачетов и экзаменов этот вопрос будет волновать большинство наших студентов. Поэтому этот разговор надо с определенной регулярностью постоянно обсуждать. и рефераты, как писать рефераты. Кто-то уже написал, кто-то в чате спрашивал, написали ли кто-нибудь рефераты. Правильно? Кто-то еще только приступает к написанию, кто-то пишет и собирается в ближайшее время отправлять. Поэтому вопрос написания рефератов тоже сейчас актуален. Когда уже все сдадут рефераты, будет менее актуален. Поэтому я предлагаю эти вопросы обсуждать именно по воскресным вечерам с определенной регулярностью, чтобы по ходу отвечать на возникающие вопросы. По каким критериям оценивать рефераты? Очень важно критерии оценки. Разобрать эти критерии по контрольным работам там нужно написать аннотацию. Сегодня мы это затрагивали. Как пишется аннотация? Уже ряд рекомендаций было сказано, но мы сейчас готовим специальный материал, типовые выражения, которые используются при реферировании, при оценке, при аннотировании. Есть определенные клише в хорошем смысле слова обороты, которые используются для выражения собственной мысли по разным исходя из задач. Поэтому я думаю, если мы это будем тоже обсудим типовые выражения и так далее, тоже подскажем очень много ценных вещей. Вот. И как сегодня мы затрагивали, как лучше запомнить информацию, так как многие сейчас должны и запоминать и готовиться уже к зачетам экзаменам, а зачеты вы напоминаю, что до 10 декабря мы должны сдать все промежуточные работы. До 20 мы должны проверить все работы. До 20 декабря. С 20 декабря по 30 декабря у нас зачетная неделя, мы должны сдать все зачеты. А с 10 или с 11 января по 25 января у нас уже идет экзаменационная сессия. Вот. Поэтому сейчас всем очень актуален вопрос выполнения промежуточных работ. Поэтому надо посмотреть, какие виды работ наши студенты выполняют. И по ряду этих видов работ, я думаю, надо делать комментарии, пояснения, объяснения, как что делать. Вот по курсовым, может быть, делать подробный анализ сейчас пока рано, потому что основной поток наших студентов, курсовые будут завершать только весной. Сейчас пока идет работа с литературой, поэтому по поиску литературы, ее систематизация, обработки и конспектирование, это вопрос актуальный. По эмпирической части, может быть, попозже немножко затронем. Я предлагаю вот так построить нашу следующую работу, потому что вопросы запоминания учебной информации, конспектирования учебной информации, это вопросы, которые сразу не снимаются. Они будут возникать, возникают уже и будут возникать особенно перед зачетами, перед экзаменами, ну и так далее. Вот, когда для наших студентов, которые выходят на госэкзамен пиджетной группы, попросили подготовиться поэтапно, по пятницам мы проводили собеседование по экзаменационным вопросам, то оказалось, что даже элементарный прием конспектирования, конспектирования о составлении плана простого или сложного оказался для них очень сложным. Но это и наша вина, потому что мы этому и не обращали на это внимание, об этом не говорили, может быть сами студенты не догадались, прочитали и считают, что они уже все знают, как надо что-то говорить и нечего сказать. Это не только наши студенты, но и студенты дневного отделения, когда веду занятия в экспонентальной психологии, для студентов очного отделения психологического факультета проблема та же самая, что-то прочитали, никаких мини-конспектов не сделали, маркером что-то только поотметили, план не написали, как только надо говорить два-три предложения и все кончилось. Вот, поэтому я думаю целесообразно нам постоянно возвращаться, сейчас этот вопрос на повестке дня номер один, он очень актуален и эти вопросы обсуждать. Я думаю, что таким образом мы как раз поможем нашим студентам более эффективно учиться. Мария Сырьяна и Татьяна Вадимировна, как вы думаете. И на этом мы будем завершать, потому что врачи запрещают перед сном слишком много работы, требуют вовремя ложиться. Мария Сырьяна, на отключе линии не слышно. А вот так слышно? Не слышно? Слышно. Да, 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 нормально. Да, 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 я хочу ответить на вопрос, который был задан, и он повис в воздухе, еще раз повторить, какие существуют конспекты. Я не знаю, кто задавал, уже не помню. Значит, повторяю, вот, подвожу итог сегодняшнего рассмотрения конспектов. Это план конспект. Первое, то есть информация, в котором содержится о структуре исходного авторского текста. Второй тип это текстуальные конспекты, то есть запись наиболее важных положений, но на вкус уже слушателя. Тематические конспекты это рефераты по проблеме и реферат по отдельной теме или из нескольких источников. Свободный конспект, свободный конспект это собственная формулировка основных положений авторского текста. Цитатный конспект это подборка цитат, передающих основное содержание и идеи текста. Опорный конспект это выделение и фиксация логической структуры текста с помощью опорных точек. опорных понятий. Аналитический обзор это сравнительный анализ текстов по проблеме, теме с использованием цитат в контекстах и доказательствах определенных положений. Вот это основные конспекты, которые мы сегодня рассмотрели, но мы не исчерпали всего, и вопрос еще один остался, он повис, я думаю, мы его отложим на следующий раз, это каким должен быть конспект для круглого стола. Это мы этот вопрос будем рассматривать, потому что устные тексты мы затронули, но там много своей специфики, поэтому поговорим об этом еще отдельно. если остались какие-то вопросы, то давайте я готова по крайней мере к следующему разу приготовиться с ответами на эти вопросы. А так я думаю, что мы сегодня рассмотрели, хоть и коротко, но основные вещи мы рассмотрели. Я думаю, в следующий раз, Мария Сурина, вопросов я думаю, что много, по структуре конспектов. Вообще конспектирование это очень сложный интеллектуальный процесс, ведь надо уметь выделять главное, его записывать и по ходу консихронист еще слушать речь там, дальнейшую речь преподавателя и так далее. с этой точки зрения я лично люблю схематические конспекты. Они наиболее преподаватель то не ждет, пока мы запишем, успею по ходу слушать тексты, вот нравится как можно больше да, безусловно, вот мне кажется, что наиболее такой оптимальный вариант конспекта для устных текстов это схематический конспект с иллюстрацией, с записями короткими основных положений или идей текста. Вот это единственное, что можно успевать делать, потому что если вы начинаете пословно записывать какой-то текст, явно, что половина из него будет потеряна. Пока одна мысль записывается, теряется другая. Поэтому да, конечно, лучше всего осваивать, вот я-то думала, что мы будем в аудитории, в прошлый раз группа, с которой я была, я показывала один из вариантов. Думаю, что к следующему разу я попробую сделать такую небольшую презентацию и дать там типы конспектов для устных текстов. Вот видео-лекции я просила именно с этой целью записать для того, чтобы увидеть те ошибки, которые студенты допускают и потом в ответ на это подобрать материал, который ответит или явится ответом на ваши же ошибки. Вот. В связи с этим выбираем... Спасибо, Мария Ширеновна. Татьяна... Да, извините, пусть выбирают... Татьяна Вадимировна что-то хотели сказать. Выключить меня, да? Да, эхо большое. Приветствую всех. На самом деле очень было полезное... Очень много полезной информации. Мне кажется, возвращаясь к тем предыдущим всем беседам, которые у нас уже до этого были, полезно будет наверное опять же ребятам как-то собираться организовываться в какие-то небольшие группы и устраивать такие небольшие как бы контрольные друг для друга что ли какие-то такие чтобы общение как бы проходили полезно чтобы можно было услышать друг друга опять же здесь же затрагивая те способы учения стили учения и полезное такое общение будет и умение и себя проверить и прослушать какой-то материал еще раз в общем-то в принципе все что я хотела сказать спасибо Татьяна Вадимовна я уже неоднократно говорю что в зарубежной литературе англоязычной литературе огромное количество источников how to study и как инспектировать и как работать с различными источниками зарубежной педагогой явно отличаться от нашей педагоги отечественной где почти ничего по данному поводу нету наши педагоги молчат как партизан вот и каждый выискивает пытается метом проб и ошибок и так далее попробуйте найти в разумительной книге как конспектировать не научного типа методического плана и так далее ничего вы не найдете даже нормальный книг по написанию курсовых и дипломных работ по психологии тоже ничего почти не найдем и так далее а я уже говорю что в лондоне если вы зайдете в книжные магазины то в каждом книжном магазине по три книги минимум найдете экспериментировал и моя гипотеза подтвердилась вот то есть мы будем обсуждать эти вопросы и то есть как учиться как запоминать лучшую информацию как инспектировать как писать рефераты как выполнять другие виды творческих работ которые вам нужно сейчас делать до 10 декабря они сейчас на повестке дня номер один поэтому как раз вы сейчас озрели ко многим вопросам многие эти задания требуют дополнительных комментариев мы эти вопросы и будем обсуждать вот сейчас под завершение хочу напомнить о некоторых наших мероприятиях что нас ждет еще раз вчера